Едва покинув порог собственного дома, жители Зубковой 30 сталкиваются с препятствиями, которые в хорошую погоду создают сложности автомобилистам, а в плохую становятся непреодолимыми и для пешеходов. Вы сталкиваетесь с оказанием услуг, не отвечающих требованиям качества безопасности. Услуга называется содержание квартирных домов, повторюсь, которые относятся в том числе к придомовой территории, являющейся общедомовым имуществом. Если общедомовое имущество, за которое вы платите ТСЖ или управляющая компания, не отвечает требованиям качества безопасности, вы можете предъявить соответствующее требование. Если получили вы ушиб или упал ваш ребенок, или разорвал одежду, или повредил велосипед, самокат, вы можете предъявить требования о возмещении убытков, связанные с расходами на лечение или с возмещением имущественного вреда, причиненного вам. Задача выехать из собственного двора усложняется еще и тем, что эта дворовая дорога единственная на несколько домов. С другой стороны, от дома объезд разбит напрочь. Альтернативную дорогу в соседнем дворе перекрыли, построив бассейн «Капитан». Разбитый асфальт во дворе, единственная дорога на сотни жителей, постоянные пробки уже на выезде из дома. Крайне надоели жильцам. Вообще тут у нас немножко дороги все вышли из строя, уже все старые. За дома вообще не проедешь. Особенно, когда какая-то мусорка подъезжает, альтернативы уже нет. Либо ждешь, пока мусоровоз уедет, полчаса ждешь, и здесь уже за домом проехать невозможно. Асфальт там весь вскрылся, вспучился. Была альтернативная дорога у нас, где Зубковый 30, закрыли ее капитаном. Теперь ее вообще там невозможно проехать. Одна дорога на два дома, вдоль нашего дома по Зубковой 30. Если мусорка разгружается, то все, мы стоим во дворе, ждем все по минут 20-15. Собираются даже пробки здесь. Вот. Скорая застряла у нас зимой на подъезде. Все. Все стоят, все ждут, выехать, проехать вообще невозможно. Дорог абсолютно нет. Сзади дома дорога тоже абсолютно отсутствует. И вообще, я не знаю, как здесь ездить. И одни ямы. Ямы на яме. Дорога за домом совершенно отсутствует. Вот самое обидное, что у нас из Рязани по полю до Аки можно доехать. А за домом по асфальту не проедешь. Вот, смотрите, после зимы вообще совсем дороги не осталось никакой. Я вот здесь, кстати, колесо пробил. Вообще чудом выехал. В общем, ужасная дорога. Слов больше нет никаких. Исправлять эту ситуацию должна управляющая компания. Каждый из нас ежемесячно платит некую сумму, которая в статье расходов обозначена как содержание жилья. Многие, кто платит за жилищно-коммунальные услуги, порой не осознают, что часть денег, которые мы отдаем управляющей компании или ТСЖ, должны использоваться на содержании придомовой территории, которая относится к тротуару и дорогу, которая внутри вашего многоквартирного дома. В заключении о том, какие вы понесли убытки, может дать эксперт-товоровед или медицинское учреждение. Если досудебная претензия не удовлетворена, можно обращаться в суд. Причем, выступая как потребитель, пострадавший в этом случае освобождается от уплаты госпошлины. Причем в суде потребитель вправе требовать и компенсацию убытков, и компенсацию морального вреда. А вот что по ситуации с дворовой территорией 30-го дома по улице Зубковой сказали в управляющей компании. Вы можете позвонить 22-49-49, это диспетчерская. Они у вас примут заявочку, а вы позвонили в техотделы. Здесь постамастер на участке. По рекомендации техотдела мы перезвонили в диспетчерскую по указанному номеру. Вы не сюда звоните, это диспетчерская. Вам нужен технический отдел, сюда звоните. Так технический отдел нас сюда отправил. Нет, нет, неправильно. Это технический отдел вам может сказать. Там у нас сидят все мастера, залы, они могут только вам это сказать. Я диспетчерская информация не владею. Проблема жильцов достигла своего апогея, и молчать они уже вряд ли станут. Как разрешится история с заблокированным? Отсутствием адекватных проездных дорог двором мы будем следить. И обязательно расскажем в следующих выпусках. Марина Романюк, Михаил Лазуткин, телекомпания «Город». Продолжение следует.